Супер еда для восстановления печени. 15 продуктов. А вы знали, что печень является самым тяжелым внутренним органом в организме человека? Она весит около полутора килограмм и в четыре раза превышает вес сердца. Наверняка вам знакома ситуация, когда вы переели или, что еще чаще бывает, перепили, и буквально всем телом ощущаете увеличенную печень. В таких ситуациях кажется, что она весит все 10 килограмм. А замечали ли вы у себя неприятную горечь во рту или тяжесть в боку – это наиболее распространенные признаки усталости печени и необходимости ее восстановления. Благо, этот уникальный орган восстанавливается достаточно быстро. Для этого необходимо изменить свой рацион и увеличить потребление правильных продуктов или супер-еды. Почему так важны правильные продукты и супер-еда? Потому что печень выполняет функцию своеобразного фильтра, который нейтрализует негативные факторы, воздействующие на организм человека. Вообще, все, что мы едим прямым образом, отражается на состоянии печени. Поэтому сбалансированный рацион, состоящий из полезных продуктов – это залог успешного восстановления печени. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какие 15 продуктов приносят максимальную пользу для нашего внутреннего фильтра. Но сначала не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Теперь вы не пропустите ни одно из наших новых видео, чтобы оставаться здоровым. Итак, поехали! Первый продукт – яблоки. Это наиболее знаменитый фрукт, который навсегда вошел в историю человечества. Ньютон открыл свой именитый закон всемирного тяготения после того, как яблоко упало ему на голову. Стив Джобс назвал свою легендарную компанию этим брендом. А у каждого мужчины есть выпуклость на передней части шеи, которая называется адамовым яблоком. Ну а вернемся к печени. Яблоки способствуют ее быстрому восстановлению за счет высокого содержания пектина, растворимой клетчатки. Пектин эффективно собирает присутствующие шлаки и токсины, а затем максимально мягко выводит их из организма человека, избавляя от ионов тяжелых металлов, лишнего холестерина, пестицидов и прочих вредных веществ. Лучше всего употреблять фрукт в сыром виде, не менее двух штук каждый день. Достойная альтернатива – компоты. Второй продукт – тыква. В ход идут даже семечки. Полезное действие обусловлено улучшением и восстановлением метаболизма гепатоцитов, клеток из которых состоит этот внутренний орган. Тыква эффективно восстанавливает гепатоцитные мембраны и предупреждает их гибель в результате различных заболеваний или переедания, алкогольной интоксикации. Вообще, для печени полезны все овощи оранжевого цвета – морковь, болгарский перец, помидоры и так далее. Третий продукт – морская капуста. Мы уже выяснили, что пектин способствует мягкому очищению печени, в результате чего существенно улучшается ее работа. Вторым продуктом по количеству содержания пектина после наших фруктов знаменитости яблок является морская капуста. Здесь также важно подчеркнуть, что морская капуста является диетическим продуктом, а ее регулярное употребление также способствует устранению дефицита йода в крови. Четвертый продукт – свекла. Ее достаточно сложно употреблять в чистом виде, поэтому рекомендуется добавлять ее в салаты, супы, вторые блюда. В свекле содержится бетаин, который активизирует работу печени, препятствует их перерождению в жировые клетки. В результате вещество нормализует функционирование всего организма. Пятый продукт – бананы. Это фрукт, который может похвастаться максимальным содержанием калия. Калий вместе с другими микроэлементами и витаминами стимулирует оттоку желчи и нормализации пищеварения, что положительно сказывается на оздоровлении печени. Шестой продукт – сухофрукты. Сюда входят курага, изюм, чернослив. Польза сухофруктов обусловлена высоким содержанием в них питательных микро- и макроэлементов, витаминов, минералов, натуральной глюкозы и воды. Перечисленные вещества способствуют эффективному выведению из печени накопленных токсинов, а также нормализуют синтез желчи. Седьмой продукт – цикорий. Если заменить утреннюю чашку кофе чашкой цикория, то уже через неделю можно заметить существенные положительные изменения во всем организме. Что касается печени, цикорий улучшает обменные процессы, протекающие в ней, и повышает силу кровотока. В результате повышается скорость восстановления органа. Восьмой продукт – чеснок. Как уже было сказано, печень собирает токсины со всего организма, являясь нашим внутренним фильтром. Однако и сам фильтр периодически нуждается в восстановлении. Для этой цели незаменим чеснок, который богат на селен и олецин – натуральные вещества, способствующие эффективному очищению печени. Девятый продукт – грейпфрут. Высокую эффективность и результативность в борьбе за чистоту печени показали антиоксиданты и витамин С. А где их больше всего? В цитрусовых, среди которых несомненным рекордсменом является грейпфрут. Проведенные современные исследования даже показали, что этот фрукт способен уничтожить не только ряд вредоносных токсинов, но также канцерогенные вещества. Десятый продукт – зеленый чай. В зеленом чае содержится большое количество катехинов. Это специализированные органические соединения на базе полифенолов, которые обладают выраженным антиоксидантным действием. За счет этого зеленый чай нормализует функции печени. Одиннадцатый продукт – авокадо. Это еще один эффективный очиститель печени от токсинов и прочих вредоносных веществ. Своим полезным действием авокадо обязано уникальным веществам, которые стимулируют синтез глутатиона. Глутатион – это особое соединение, которое играет важную роль в процессе внутренней печеночной очистки. Двенадцатый продукт – натуральное оливковое масло. Важно учитывать, что пользу приносит оливковое масло только холодного отжима. Альтернативным вариантом является льняное масло холодного отжима. В масле содержится большое количество полезных липидов растительного происхождения, которые также стимулируют выведение токсинов. Но с данными продуктами важно не переусердствовать, так как они являются высококалорийными. Тринадцатый продукт – зеленые овощи. Полезным действием обладают все зеленые овощи – огурцы, кабачки и т.д. Однако максимальную пользу приносят листовые овощи – листья салата, шпинат, петрушка, укроп, рукола и т.д. Это объясняется высоким содержанием хлорофила, которое активно связывает и мягко выводит из организма человека различного рода пестициды, химикаты, соединения тяжелых металлов и прочие вредоносные соединения. Также важно отметить, что зеленые овощи положительно сказываются на работе желчного пузыря, который также участвует в выведении продуктов распада из внутренних органов и крови. Четырнадцатый продукт – крестоцветные овощи. В данную категорию входят брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста. Их полезное действие кроется в повышении содержания глюкозинолатов, которые, в свою очередь, стимулируют синтез специальных ферментов, которые, в свою очередь, стимулируют синтез специализированных ферментов. Речь идет о ферментах, которые активно уничтожают токсины и канцерогенные вещества, минимизируя риск развития рака. Пятнадцатый продукт – лимон. Лимонный сок богат не только на витамин С, но также и на группу ферментов, которые расщепляют белки. В результате лимон разжижает кровь, что облегчает печени задачу по ее фильтрации. Если вы хотите оздоровить печень, начинайте каждый свой день со стакана чистой воды комнатной температуры с лимонным соком, выжатым из одной дольки. Итак, на этом наш ТОП-15 супер-еды для очищения и восстановления печени завершен. Употребляете ли вы регулярно перечисленные продукты? Пожалуйста, напишите в комментариях, был ли у вас положительный опыт очистки печени с помощью перечисленных или других продуктов. К примеру, я уже давно взял за добрую традицию после праздничного застолья или даже во время него пить воду с долькой лимона. В результате после праздника у меня нет тяжести и боли в боку, с которыми до этого я встречался достаточно часто. Советую и вам попробовать этот лайфхак. А сейчас, друзья, я вам советую посмотреть другое мое видео, где я вам расскажу об опасных признаках дефицита B12 и какая еда богата этим витамином. Это видео может быть для вас очень полезным и интересным. Ссылка на него также есть в описании. Если вам понравился выпуск, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok